Идиллия посреди карельских лесов. Здесь проходит более чем 1300-километровая граница с соседней Россией. На протяжении долгих десятилетий здесь было спокойно. Но с тех пор, как Россия вторглась в Украину, все изменилось, говорят финны Перти Пурманин и Пека Куннас. Оба считают, что мир находится под угрозой и спорят о том, кто несет за это ответственность. Я не доверяю русским. Европа должна была проявить единство гораздо раньше. Теперь мне жаль украинский народ. Мы сами нападаем на русских, поставляя оружие в Украину. Для русских мы теперь враги. Два месяца назад Перти Пурманин и его жена переняли этот небольшой отель в Вертселе. С тех пор гости приезжали, но их было недостаточно. Перти Пурманин скучает по гостям из России, которые обычно останавливались в гостинице летом. Ему нравятся люди по ту сторону границы. Он и сам часто бывал в России. Для бизнеса и отдыха. По его мнению, в нынешней ситуации виновата не только Москва. Мы боимся, потому что внешняя политика Финляндии становится все более агрессивной в отношении Востока. Меня это беспокоит. Мы можем только надеяться, что нас пощадят, и русские ракеты пролетят над нами, если какие-то из них будут сбиты в какой-то момент. Пека Кунас тоже говорит по-русски. Но, в отличие от соседа, не хочет, чтобы русские сейчас посещали Вертселя. В прошлом, говорит Пека, он ежедневно следил за тем, нет ли в округе четвероногих хищников. Сегодня его беспокоят двуногие. От этого знака до государственной границы всего 150 метров. Это как столкнуться с крупным хищником. На самом деле, ты не боишься, но тебе приходится следить за этим хищником каждый день, если ты здесь живешь. Пока тут все по-прежнему спокойно. Пека Кунас, как и каждый год, с нетерпением ждет традиционного фестиваля автоветеранов в соседней деревне Илуманси. Раньше он был пожарным. Поэтому пенсионер особенно гордится своей пожарной машиной с 60-х годов. В то время холодная война между Востоком и Западом была в самом разгаре. Финская Карелия всегда была приграничным регионом. Сегодня здесь проходят границы шенгенской зоны ЕС. Вскоре это будет самая длинная, непрерывная, сухопутная граница НАТО с Россией. Как это отразится на отношениях с соседями? Этим вопросом здесь задаются многие. С начала года россияне подали заявление на почти 60 тысяч финских виз. Большинство из российских туристов собирались отправиться дальше, в другие страны ЕС. Но многие из них уже закрыли ворота. Сторонники запрета туристических виз говорят, что россияне не могут ездить отдыхать на Запад, в то время как их страна ведет кровавую войну в центре Европы. Нельзя обвинять всех россиян в этой войне, отвечают другие. Даже на фестивале олдтаймеров в Иллоу-Мансе это становится темой для разговоров. Хорошо, когда простые люди понимают, что за правительство ими руководит. Если уж совсем откровенно, то каков народ, таково и правительство. Это правильно, потому что здесь одно государство напало на другое суверенное государство. Поэтому нам следует ограничить число россиян здесь и использовать это как инструмент санкций. И, надеюсь, это поможет. По-моему, граница не должна быть закрыта. Если русские приедут к нам, то у них сложится другое представление о нас. Потому что общество, в котором они живут, закрыто. И в настоящее время они получают только одностороннюю информацию. Снижение числа российских туристов уже давно ощущается в Финляндии. Надеюсь, победит здравомыслие и найдутся политики, которые смогут решить этот вопрос друг с другом. Важнее всего то, что мы можем жить в мире совсем рядом с границей и не беспокоиться о том, что придет оттуда, с неизвестного Востока. Так что некогда добрососедские отношения с Россией здесь, вдоль более чем тысячекилометровой границы, уже испорчены, судя по всему, на долгие годы вперед. Продолжение следует...